Питаться пробуждением. Я расскажу как я стал это делать. Я добавляю самые зажигающие видео в плейлисты в ютубе. Можно скачивать их себе на телефон или на компьютер и добавлять в папки. Конечно, важно при этом добавлять видео с полнотой ведения. Можно поочередно слушать истории пробуждений, пророчества о пробуждении и ведении. И важно пересматривать эти видео, а не каждый раз смотреть только новые видео. Можете посмотреть вот это видео о том, где я рассказываю о повторении. Но от того, что мы смотрим одни и те же ролики, мы можем не зажигаться. Поэтому нужно смотреть другие. А к старым вернуться через какое-то время. Вспомните, когда мы многократно пересматривали один фильм или переслушивали одну музыку. Мы делали это с жаждой, а не заставляя себя. Ну то есть, конечно, нужно многократно пересматривать одни и те же ролики. И можно и нужно их постоянно смотреть. Но чтобы это приносило плод и открывалось все больше и больше. Не смотреть ради того, чтобы смотреть законнически, а чтобы как Библию. Мы читаем одну и ту же Библию, но Бог нам больше и больше это открывает. Вспомните, когда мы многократно пересматривали один фильм или переслушивали одну и ту же музыку. Мы делали это с жаждой, не заставляя себя. И так же, как и Библия. Можно заставлять себя читать ее. А это очень тяжело. Поэтому Библию нужно читать по духу. Но тем не менее, здесь важно не убирать посвящение. Так как иногда стоит и без жажды смотреть тот или иной ролик, но чтобы жажда возгоралась. Это как в молитве. Сначала молиться не хочется, но потом сложно остановиться. Важны дрова. И огонь возгорится по нарастающей. Понаблюдайте за этим. Важно совместить питание пробуждением и молитву. Потому что насколько жажда будет молиться, зависит от питания пробуждением. Потом мы неизбежно увидим, как мы горим пробуждением. При том, что делаем массу других дел. Но уже которые мы делаем без фанатизма. То есть гораздо лучше ассортировать видео с пробуждением. И потом уже меньше можно будет задумываться, что найти и смотреть. Конечно, не обязательно это делать. Каждый выберет для себя сам. Ведь есть плейлисты на каждом канале. И если ролики в эти плейлисты на каналах добавлены, можно открывать их там. И когда мы смотрим ролики о пробуждении, YouTube сам будет рекомендовать пробужденческие ролики. Я, например, сделал так, что я на одном канале смотрю преимущественно ролики о пробуждении. И YouTube мне рекомендует в основном именно эти ролики. А не какие-то другие. Если я буду больше смотреть ролики не о пробуждении, то он будет рекомендовать ролики не о пробуждении. Они у меня будут появляться, и я буду нажимать на них и смотреть. И все, у меня фокус теряется, жажда переводится на что-то другое. Продолжение следует...